Привет, друзья! Меня зовут Елена, я живу в Болгарии, и вы попали на мой канал. Присоединяйтесь, подписывайтесь, ставьте лайки. Как видите, не все у нас солнечные дни, бывают и дожди. Сегодня всю ночь и с утра был дождь. А что хорошо делать в такую погоду? На прогулку не пойдешь, потому что земля, это глина, в поход не сходишь. Остается только что нам? Читать книжки, либо пригласить друзей, а друзья ко мне придут 5 мая, либо помечтать. О материальном что мечтать? Все и так исполнится. А вот о таком хорошем четвероногом друге мы вдруг неожиданно размечтались с мужем. Причем в моей жизни и, как оказалось, в жизни мужа тоже всегда были собаки. Во втором классе у меня появилась собака-болонка. Слушайте, это было настолько доброе существо, столько дарило мне любви и нежности. Но век собак короткий, поэтому в определенный срок, в 13, по-моему, лет или в 12, собачка умерла. Затем у меня уже взрослый, когда у меня уже был ребенок, у нас была собака породы Доберман. Я привезла ее из Вильнюса. Ну, что могу сказать об этой породе? Собака, которая слишком энергична. И ее энергии было, возможно, очень много для нашей семьи. Было немножко сложновато. А вот последняя собака, которая у меня была, это был той терьер. Завели мы его с дочкой в тот момент, когда я была не замужем. Ой, что скажу сейчас? Сейчас я хочу, чтобы это была нормальная, серьезная собака. Маленькие собачки, они, наверное, больше подходят одиноким женщинам или молоденьким девочкам. Хочется, чтобы все-таки это была нормальная, настоящая, серьезная собака. А не кошка, которая спит с тобой, которую ты тискаешь на руках. Нет, уже этого я не хочу. У моего мужа последней собакой был резиншнауцер, поэтому маленьких собак он вообще терпеть не может. Вините, конечно, меня, любители маленьких собак. И причем вот эту вот идею, естественно, насчет собаки подала я. Потому что сейчас живем мы в доме, и вы видели, куда мы ходим гулять. Это прекрасные вот эти вот просторы, где собаке будет очень хорошо. Есть где побегать, размяться. И будет радовать наши глаза и дарить нам свои чувства. Причем только вот я подбросила идею. Мы сразу стали обсуждать, какая подойдет нам порода. И по компактности, какая должна была быть эта собака. Мы решили это что-то такого размера, как доберман, но не доберман мы решили возьмем. Значит, и чтобы обязательно эта собака была гладкошерстная. Потому что, ну, что издеваться в Болгарии с собакой с длинной шерстью, ей элементарно тяжело здесь жить. Судив все это, мы пришли к одной породе, которая, естественно, очень нравится моему мужу. И мне тоже понравилась эта порода. Хотя в России я даже с такой собакой не встречалась. Значит, цвет собаки такой серебристо-голубой. Она короткошерстная. Ну, по высоте, наверное, такая, как доберман. И у ней голубые глаза. В своих, естественно, мы пошли дальше. Стали смотреть объявления, есть ли такие в Болгарии собаки. Посмотрели, сколько такая собака стоит в России. Есть в России такие собаки. В Москве, в Санкт-Петербурге можно купить. Есть питомники. Ну, везти оттуда решили не будем. Посмотрели в Болгарии. Не так много. И сейчас продают несколько взрослых собак. Нам даже прислали видео. Не понравились нам собаки. Ну, есть причины. Как говорится, должно ёкнуть, когда ты видишь. Может быть, надо было смотреть воочию. Но сейчас карантин. Ехать куда-то далеко в Софию, смотреть, понравится тебе или нет, взрослая собака, тоже неинтересно. И вот в один вечер смотрю, мой муж что-то усиленно печатает в компьютере. Редко с ним такое происходит. Что такое? Оказывается, он нашёл питомник этих собак. Питомник находится на Тенерифе. Значит, посмотрел видео. Великолепные, прекрасные собаки. Замечательный экстерьер. Находится, естественно, далековато. То есть собаку должны как-то отправить самолётом привезти сюда. И вот он, значит, сидит, пишет это письмо хозяйке питомника, чтобы она всё рассказала, значит, об этом щенке, который его заинтересовал. Щенку на момент 4 месяца. Цена тоже нас устроила. В общем, он пишет ей письмо. Два дня мы не получали ответ. И когда его получили, настолько было удивительно и смешно. Может быть, конечно, в этом есть какая-то логика. В общем, ответ был короткий. И заключался он в том, что в Болгарию они ни в коем случае не продадут такую собаку. Ну, я так посмеялась. Не продадут, ну и не продадут. Но это выбор владельца питомника. И потом очень много сейчас, слава богу, стало таких людей, которые думают о том, что не только заработать хотят они на щенке, а о том, что в какие руки попадёт эта собака. Ну и, наверное, выбирают страну. Почему им Болгария показалась неблагополучной, немного странно. Но моего мужа эта ситуация очень задела. Писал письмо о том, что почему она так с ним поступает. И практически вот эта собака его мечта. Он хочет иметь именно теперь эту собаку. Ему владелица этого питомника не ответила. Так что продолжение будет. Собака, я думаю, у нас всё равно будет. Может быть, конечно, будет и другая порода. Кто знает, если мы не можем найти в Болгарии эту собаку, может быть, возьмём другую. Но опять же, у меня, знаете, такой момент. Как быть, когда мы соберёмся куда-то путешествовать? Одно дело, мы соберёмся путешествовать, допустим, на машине в Европу. А другое дело, если мы соберёмся лететь куда-то на самолёте. Всё-таки собака крупная. И даже дело не в том, что там нужно будет какие-то определённые условности пройти для её перевоза. Вот меня больше волнует момент, если мы соберёмся ехать в Россию. Как быть с собакой? Поэтому, естественно, я сильно не настаиваю. Безусловно, есть тут и гостиницы для собак. И, наверное, хороший тут уход. В общем, все эти вопросы нужно хорошенько обдумать, подумать. И уже с холодной головой принять какое-то решение. А так как вы мои друзья, мне очень интересно ваше мнение. Как вы считаете, стоит ли всё-таки в такой нашей ситуации заводить собаку? Может быть, какую-то посоветуете породу? Чтобы у этой собаки был хороший покладистый характер, чтобы она была не агрессивна. Чтобы не была ленива, в меру, скажем, энергична. Чтобы это была какая-то не бойцовая порода, но и не маленький собачий. Вот поделилась с вами нашей мечтой. А если вам понравилось моё видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И жду ваших комментариев. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok